Мне очень сильно нравится клауд, я очень люблю облачную архитектуру, клауд-нетив архитектуру и такой подход свысока к этому делу. Собственно, я не знаю, посмотрели ли вы видюшки с Next, что-то еще? Да, мы сейчас посмотрели обзорный доклад про платформу в целом. В принципе, хорошо структурирует информацию в голове. Вот, и сейчас, я думаю, во-первых, интересно услышать твой взгляд как участника конференции, как эксперта в теме, то есть как человека с большим опытом в этой теме. Твои впечатления, мысли, в принципе, тема очень такая свободная. Я думаю, ты можешь набрасываться в какие-то идеи, а мы будем как-то вместе потом это добавлять, ждать. Ну, собственно, мои впечатления и так далее. По поводу клауда, я еще просто занимаюсь в России немножко консалтингом этой клауд-темы, и история такая, что есть достаточно большой разрыв с клаудами здесь и на Западе, потому что разрыв даже не только технологический, или то, что у нас там нет Google, ну, как бы у нас нет дата-центра в Google или Амазона, а в мышлении людей подходит к построению архитектуры, в общем, решений. То есть, во-первых, в России люди очень неохотно переходят в клауд. Ну, то есть, ты им говоришь, что вот, чуваки, можно сделать так-то, 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 народ вообще как бы, а, клауд, все понятно, это будет стоить очень дорого, мы не хотим, у нас там данные и так далее. Есть два вопроса. Вопрос цены и вопрос приватности данных. По поводу цены, в целом, если нормально посчитать, ну, то есть, в чем заключается проблема цены? Люди пытаются натянуть текущую архитектуру, которая есть у них сейчас, на облако. Так обычно, ну, можно сделать, но это получается очень дорого. То есть, люди пытаются, там, вот у них есть, например, там, дедакейт-эти сервачки или какие-нибудь виртуалки, там, на 8 ядер, там, 4 ОЗУ, которые 20% времени, точнее, которые загружены на 20%, там, 80% времени. Они пытаются такие же, там, железяки затащить в клауд, что, в принципе, неправильно, и будут платить за вот этот огромный простой. Второй вопрос, там, приватности данных. Он, как бы, тоже решаемый. Вы можете в облаках делать только какую-то, скажем, вычислительную часть, часть передачи данных или часть дистрибуции контента, потому что есть там CDN и прочее. Все остальное, ну, можно как-то соединять, то есть делать какие-то гибридные решения. Там есть в облаке, я не знаю, в обзорном курсе говорилось или нет, вы можете строить какие-то условные приватные облака, когда вы можете приватными сетями соединить какой-то ваш компонент, и все остальное у вас будет в клауде. Потому что, что важно понимать, есть API-шки у сторожа, оно называется S3 API, оно одинаково у Google Cloud и у Amazon S3, который, ну, сторож, соответственно. Более того, есть решения, которые позволяют вам on-premise, то есть есть чуваки, которые продают эти сторожи прям коробками, стойками. Вы можете сторожи держать у себя, а все остальное как бы вычислять, там, работать, передавать через клауд. Это что касается как бы того, что у нас, и что на Западе. На Западе как бы народ считает деньги, они в целом клаудов не боятся. Понятно, что есть корпорации, которые все еще медленно переходят, но по большей части народ уже в облаках, и у них подход уже такой, как бы как оптимизироваться еще, как где-то там докрутить гаечки, прикрутить какие-то фишечки и так далее. И я хочу сказать, что клауды за последние два года очень активно как бы развиваются и развиваются в сторону именно каких-то бизнес-решений. То есть даже по этой конфе или по там новостям за последние два года можно понять, что есть как бы очень много шагов навстречу бизнесу. Собственно, в первый день конфы, он весь, по-моему, был посвящен бизнес-темам, приглашали партнеров там и так далее, и супер бизнес-новость была, что SAP теперь будет работать в Google Cloud. Я думаю, все знают, что такое SAP, да, или нет? Кто знает, что такое SAP? Вот, это такой супердорогой 1С от немецкой компании SAP, и на нем сидят там больше 80-90% топа компании Forbes. Вот, в целом, на самом деле, по конфе вот первый день был достаточно скучный с технической точки зрения, был какой-то бесконечный болтовня про... Приходит партнер, говорит, вот мы перешли в Google Cloud, это очень клево, мы сэкономили кучу бабла, перешли за один день, без минуты даунтайма и так далее, и так далее. То есть я думаю, что вам тут все понятно, есть куча инструментов, которые позволяют мигрировать без проблем. Ну и есть инженеры, которые есть у Google, есть программы сертификации и так далее. Вот, и все самое интересное было во второй день. Куча новинок технических. В целом, много новинок были встречены положительно. Для меня лично было удивительно то, что я, например, очень ждал Postgres в облаке, потому что раньше, чтобы развернуть Postgres, вам нужно было взять Storage отдельно, Compute Engine отдельно, вы в компьютере запускали инстанс, ну, соответственно, с Postgres, ну, который управлял базой данных, а на Storage держали базу. И да, это можно было делать, но это было не очень удобно и не очень эффективно по деньгам. Сейчас в Cloud SQL вы можете просто бах, у вас появляются инстанс-базы, вот, и, соответственно, все это дело будет развиваться, там уже есть какие-то дополнения, обновления. Меня удивило, что, на самом деле, очень много людей точно так же ждали Postgres, потому что, ну, мне казалось, что он в Америке не так популярен. Там, в основном, пользуются MySQL или какими-то другими там решениями. Но он нет. В целом, народ очень, типа, ура-ура, наконец-то появился Postgres, он там хороший и так далее. Плюс появился, как появился, он появился чуть раньше, еще MS SQL. Вот. Что было интересно, там, по поводу, раз мы загорели про Microsoft, Google с Microsoft как-то, ну, так очень, я не знаю, как они это делают или кто это делает. Но Google очень сильно налегает на технологии .NET в том плане, что для .NET сейчас есть практически все, наверное, в Клауде. То есть и рантаймы в App Engine и базы данных Microsoft-овские. Вы можете даже Active Directory развернуть в Google Клауде, что, ну, как бы для меня несколько удивительно. Все это работает достаточно круто. И как там говорил, собственно, я не помню, кто выступал на сцене, но он прям так дословно, что мы хотим быть самой крутой .NET-платформой. Вот. То есть они хотят попринкурировать даже с Azure и с Microsoft. Собственно, из интересного, из интересного технического было представлено куча партнеров на конференции, куча инженеров Google, все там очень охотно общались, отвечали на вопросы. Потом еще очень интересная была Cloud Video, Cloud Nivision, Video Intelligence API, вот вспомнил. Условно... Вы смотрели про Video Intelligence, Леш, или нет? Нет. Ну, в Google есть ML Engine, где вы можете тренировать какие-то свои модельки, запускать их и так далее. Значит, условно, в чем разница в том, что Google использует специальный, ну, не процессор, а специальные чипы, которые называются Tensor Processing Unit. они оптимизированы для работы с TensorFlow, работают быстро, и, скажем, если у вас есть какая-то моделька, там одна эпоха будет проходить просто секунды, ну, условно. То есть это может быть намного быстрее, вы можете сэкономить время, и есть набор обученных моделей уже заранее. Speech API, Video API, Translate API, Jobs API и так далее, которые хорошо обучены, например, распознавать речь или распознавать картинки. Вот. Они представили Video Intelligence API, это модель, которая может на ходу тегами размечать видео. То есть вы смотрите видео, и там видно, что, например, человек, велосипед едет, парк, там, ну, вот такие вот, то есть теги помечает. Притом она понимает даже смену сцены, то есть, ну, одна сцена, вторая сцена, она говорит, что сцена сменилась и так далее. Достаточно прикольная штука, потому что это дело, можно делать прямо в лайве, то есть стрим-видео обрабатывать не так, что ты загрузил видюшку, она там час думала, потом тебе выдала теги. Нет, она может это фигачить прямо вот из стрима. И первое, про что народ подумал, что, скорее всего, этот поиск скоро появится в YouTube. То есть вы понятия не имеете, что вы хотите найти, вы говорите, девочка в красном платье, не знаю, играет в футбол. Оно нашло эти четыре тега, как-то посмотрел, что больше подходит и выдал вам видюшку. Вот. Это очень прикольно. Или, например, вы можете строить какие-то свои решения, например, у вас есть там security camera, которая должна отпугивать кошек. И вы какими-то тегами можете пометить, на какие теги реагировать и, соответственно, придумывать на них свои какие-то вещи. Это очень круто, потому что сделать нечто подобное достаточно сложно. То есть, народ оценил, они дали ссылочку, вы можете зайти по ссылке и записаться в программу. Ну, то есть, там пока превьюшка, поэтому вы просто говорите, откуда, кто вы, что вы, какая у вас там компания. В целом, даже из России, по-моему, из Новосиба, Леня мне рассказывал, что чувакам очень быстро дали доступ к этой видео-интеллигенции, и они вот в целом играют. Представили еще Cloud Functions. Это еще такая очень странная штука для как раз Cloud Native архитектуры. Условно, это не бэкэнд, ничего, это какие-то такие триггеры, экшены, функции, которые навешиваются на какие-то события. Они очень легковесные, легко пишутся, и с помощью них вы можете как раз связывать и управлять компонентами. То есть, вам для управления компонентами не нужно заводить какой-то отдельный бэкэнд или логику, вы просто в этих functions описываете, что должно происходить в таких случаях. Вот. Ну, в целом, было обновление почти всего и Kubernetes, и Container Engine. Очень прикольно, App Engine обновили. Мне очень нравится App Engine. Кто знает, что такое App Engine? Вот, для начала. Ну, хорошо. Условно, у нас есть три вида виртуалочек, ну, три вида компьютеринстанса, это виртуалки, когда вы указываете, какое количество чего вам нужно, и оно просто работает, вы все время платите за то, что вы указали. Есть контейнеры, есть App Engine. App Engine еще легче, чем контейнеры, это прям какой-то рантайм, то есть у вас есть Java рантайм, Go рантайм, там .NET рантайм и прочее. Раньше поддерживалось 6-7 рантаймов, вот, я сейчас вообще не помню, то есть Node.js, естественно, вот, все, что я перечислил. Ну, например, вы не могли затащить туда Erlang. Вот, вам нужен Erlang или вам нужен какой-то свой кастомный рантайм с другой версией Node.js, что-то еще, и, пожалуйста, будьте добры запускать это или в контейнер Engine или у себя на виртуалочке. Сейчас есть Flexible App Engine, когда вы можете запустить любой рантайм. Если вы можете свой рантайм запаковать в контейнер, и он в контейнере нормально работает, вы можете этот контейнер зафигачить в облако, и это будет ваш рантайм для App Engine. App Engine хорош тем, что он хорошо масштабируется, он может масштабироваться целыми инстансами согласно какой-то логике. Например, у вас есть инстанс какого-то бэкэнда, и вы хотите балансировать нагрузку по-умному. Вы включаете Load Balancer, пишете, что при нагрузке на первый инстанс больше 30%, он вам развернет второй, и скажем, когда нагрузка, ну, если нагрузка будет расти, он развернет третий, когда нагрузка спадет, он, соответственно, их выключит, у вас останется один инстанс. Все это можно делать и с другими виртуалками, то есть, ну, с обычными виртуалками, но App Engine просто легче, то есть, ну, он дешевле и легче по управлению. По сути, это такая еще нашлепочка над контейнерами, где вы изолируете только свое приложение. Вот. В целом, было круто. Я всем советую смотреть, ездить, наблюдать за новостями. Очень много нового было еще после. Я не знаю, наверное, отвечу на вопрос на какие-то. Круто. Спасибо за интро. Ребят, давайте вопросы, какие у вас есть там. Давай, только громче, чтобы было слышно. Такой вопрос, вот ты говорил, Cloud Native архитектура. Что это такое? Можно поподробнее. Cloud Native архитектура условно. У нас есть классический подход к архитектуре приложений, когда вот когда ты, скажем, строишь архитектуру решения в тех условиях, когда у тебя есть дата-центр, стойкие какие-то компьютеры. Cloud Native архитектура призывает больше дробить это на куски, делать все более такое именно flexible и как бы писать как можно меньше кода, использовать как можно более легкие рантаймы, то есть условно это микросервисы, натянутые на облако. Конечно, у вас может быть бакенд, но такой достаточно тяжелый, вы можете использовать виртуалки, но Cloud Native она в первую очередь для экономии денег и оптимизации работы, потому что все, что сейчас работает на серваках, ты можешь с помощью специальных инструментов, миграторов прям так вот затащить виртуалками в облако, только это будет стоить достаточно дорого через какое-то время. для связанности компонентов есть эти те же functions, тебе не нужно пилить какую-то имплементацию взаимодействия сервисов между собой. Какие-то готовые компоненты или, например, балансировщики нагрузки, анализы, всякие мониторинги, это все уже есть в облаках, это не нужно самому костелить, что-то делать. Если ты используешь какой-то облачный рантайм, ты всегда сможешь его мониторить стандартными инструментами облака. Спасибо. А кто сейчас в России у нас более охотно переходит на какие сферы? Слушай, на самом деле из России достаточно много клиентов пользуются Google Cloud и я был удивлен, например, познакомился с мужиком Техдир 1С. Он достаточно взрослый дядь, 1С, которая платформа. Он рассказал, чем они занимаются и сказал, что очень интересно смотрит на облака переходит. То, что не связано с государством. То, что связано с государством не переходит, ну, около даже государственной компании. Вроде бы они частные, но они, естественно, не перейдут. Но, скажем, мелкий бизнес, средний бизнес вполне себе нормально. У разработчиков, у компаний разработчиков практически у всех есть какой-то подключенный Firebase и прочее. Вот это все компоненты Google Cloud. Да, кстати, что интересно, Firebase и Google Cloud будут сходиться и сливаться в нечто единое. Они про это прямо сказали, что даже Terms of Service и прочее, они стараются свести максимально близко друг с другом. Можешь поподробнее вот здесь это прям интересная тема? Сначала отвечу на вопрос. Кто охотно переходит? Да? Не знаю, компании, я скорее скажу, молодые какие-то компании, компании, которыми, я не знаю, какие-то прогрессивные стартапы и прочее, но бизнес тоже переходит, например, банки. Банки и люди, которым нужно очень много чего-то считать, они вполне себе пользуются компонентами клауда, просто отдельными, например, там, ну, машин-лернингом или только для бэкэнда, только для вычислений, только там для хранения, для передачи. Другое дело, что у нас-то все пока немножко медленно, но как есть. Так. Спасибо. Пожалуйста. Про Firebase и Cloud. История такая. Зачем вообще Google сделал Firebase и чем он отличается от клауда и так далее. Firebase это такой клауд для людей, которые не хотят разбираться в клауде, то есть для средних и мелких компаний. Например, вы компания-разработчик или вы индивидуальный разработчик, вам нужны базовые компоненты для того, чтобы запилить бэкэнд. Есть такая структура, ну, не структура, а архитектура, которая называется баз. У нас есть инфраструктура как сервис, сервис как сервис и SaaS, паас, а, ну, и платформа как сервис. Есть такое понятие как бэкэнд as a service, то есть вам нужен бэкэнд, но вы не хотите им заниматься. Вот, Firebase является классическим басом. Он для того, чтобы очень быстро с помощью нескольких там, я не знаю, часов, кликов мышкой, прочтений, пары инструкций, вы развернули бэкэнд, связали компоненты и все, что вам нужно, у вас было. В большинстве случаев он именно так и работает, вы можете с помощью Firebase сделать очень многое, очень легко и очень быстро, а дальше, если ваша компания развивается, если ваш там функционал вашего приложения, вы там один инди-разработчик, если вам нужно что-то более сложное, добро пожаловать в Google Cloud. и они хотят максимально сблизить Terms of Service, чтобы у вас не было проблем там при переходе, то есть billing один, ты можешь к тому, что у тебя есть Firebase, например, прикрутить какую-то штучку из ML Engine или добавить Instance в App Engine и это все будет работать. То есть, скажем, у тебя данные передавались из App Engine прямо в какой-то компонент Firebase, ну или наоборот. В целом, я считаю, идея неплохая для многих разработчиков мобильной сферы или веб-сферы Firebase просто отлично. Тогда в тот момент, когда вам нужно что-то большее, всегда можете переключиться в Cloud и оно будет работать вместе. Или вообще все решение перевести уже на такой взрослый Cloud, где все более круто. У меня такой вопрос. Завиат, скажи, пожалуйста, вот, например, насколько я понял, да, Cloud это для какого-то такого, ну, не знаю, более-менее крупного бизнеса, а Firebase для более мелкого. Да, 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 да. То есть Firebase, он может вообще индивидуальный разработчик его, то есть там инди-разработчики или там два человека, один человек, очень легко использовать для себя. Скажем, когда у вас приложение выросло настолько, что вам нужен CDN, например, какой-то, пожалуйста, он есть в Cloud. Или там нужен более сложный бэкэнд, какая-то более сложная логика, то, пожалуйста, ну, то есть условно вы пилите мессенджер. Простой мессенджер можно запилить прямо на Firebase, и у них есть пример даже, по-моему, для мессенджинга. Когда вам нужно что-то сложное, ну, естественно, понадобятся бэкэнды, балансировщики и вот такие вот вещи, которых просто нет в Firebase. Тогда ты можешь использовать компоненты клауда, а от Firebase останутся только пуши, условно. А есть в клауде что-то такое, что, не знаю, я мог бы использовать, не знаю, для домашних экспериментов, но сижу, чем дома делаю, играю. И вот в клауде есть. Ну, в целом, да. Например, я играю с этими, с Machine Learning API, мы и по работе с ними работаем. Плюс я делаю какие-то демки, эти демки обходятся не очень дорого. Ты можешь, я не знаю, развернуть инстанс App Engine, Compute Engine, там, ну, не Compute, Compute не нужен, App Engine или Container Engine, поиграться с Kubernetes. То есть, ну, вот Kubernetes есть только в клауде, его нет в Firebase. В Kubernetes достаточно прикольная штука, играться с ним в клауде прикольнее, потому что это можно более масштабно делать и получается не очень дорого. Какие-то эксперименты. Вот, я знаю людей, которые билдят ядро Linux по приколу в облаке. Ну, то есть, как бы, просто билд или там билдят свои проекты, ты загружаешь туда огромное количество исходников плюсовых, он так швах и очень быстро сбилдил, потому что, потому что быстро. Ну, люди просто прикалываются, поэтому, да, возможно, почему нет там. Есть микро, ну, грубо говоря, ты же платишь только за то, что используешь. А, кстати, про оплату и про поиграться. У них увеличился фритьер. Теперь, во-первых, если вы никогда туда не заходили, вам найти 300 баксов доступно, по-моему, на месяц, года? 12 месяцев. На год. На год. То есть, 300 баксов можно юзать год. 300 баксов поиграться хватит выше крыши. Второе, что у них даже по истечении этих 300 баксов или года всегда доступен фри-тиер, то есть, там, базовый набор компонентов, он бесплатен, вот совсем. Ну, то есть, в каких-то объемах, естественно. Можно прочитать и вполне себе экспериментировать в клауде. Это для России, по-моему, для России нет. И там у них ограничения для нас. Но, у них нет никаких ограничений для России, потому что огромное количество компаний просто юзают Россию. Ну, в смысле, не Россию, господи, из России юзают клауд. Все, кто юзает эти документы, ну, Google Docs и прочие, Up4Work, это все клауд же. Просто проблема в том, что не все могут привязать биллинг, ну, у меня из России очень легко привязался биллинг. Эти 300 баксов, они доступны в том числе в России, потому что я лично использовал их когда-то и, не знаю, на хакатонах ребятам помогал. Я понимаю, я заводил, просто мы использовали. Я имею в виду, что потом насчет бесплатного науспорный вопрос, потому что ты же регистрируешься как предприятие, если ты из России говоришь. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас там проходит регистрация, как предприятие или нет, но мне кажется, ограничение не должно быть, потому что оно вот фритиером по геолокации не ограничен. Ну, в конце концов, всегда можно через VPN зайти. Они не парят в этом плане, они там предлагают выбрать страну, откуда ты ее говоришься. Ты выбираешь Америку и ты говоришь, что я физлицо. Выбираешь Россию, ты можешь что-то как ее лицо. А это из-за введения так называемого налога на Google, который велит в начале этого года, потому что, грубо говоря, российское государство заставляет платить налоги на все услуги, вообще абсолютно все, неважно, кто, где, когда, чего-то. Если кто-то как-то с кем-то соприкоснулся, то вы должны за это заплатить. Google не хочет сам следить за вашей добросовестностью, то есть, ну, поэтому для клауда, как, наверное, юрлицу, я не знаю, я давно зарегистрировался. Вот. А если вы используете, по-моему, зарегистрироваться раньше, там приходило письмо о том, что налоги вы должны платить сами, то есть, за вас налоговой отчетности подавать не будет, поэтому, ну, было какое-то такое предупреждение, но все компоненты доступны в целом. Не имею. я, честно говоря, не знал, спасибо, как бы, даже не знал, что сейчас тяжело зарегистрироваться. Да нет, можно, кстати, он даже, по-моему, мой куховый, визу вердал. Прикольно. чатики видел, не понимая, почему проблема была, принесли, мне осталось сразу. Ну, у Миши была Вайсмана проблема, я не знаю, почему он, по-моему, сжрет любую карту, даже Сбербанк. Слушай, еще такой вопрос, вот, у тебя есть какой-нибудь опыт, не знаю, с клаудами другими, не знаю, или Microsoft вот, например, ну, какая разница, чем клауд в мозге более предпочтительнее, предоставляет какие-то преимущества? У меня очень маленький опыт работы с Эйжером, его можно описать, как зашел, посмотрел на плиточки, охренеть, как винда, ну, ладно, окей. Вот такой у меня опыт работы с Эйжером, с Амазоном более плотный, потому что мы в компании используем Амазон, ну, AWS, AWS. Сейчас, на самом деле, разницы не так много, но относительно недавно Амазон был удобнее, в том плане, что в Амазоне было много крутых фишек, конкретно для разработчиков, то есть там был РДБМС, и РДБМС у Амазона, он был крут тем, что вы могли выбрать базу и получить инстанс, сразу база данных с репликацией, без настройки какой-то, просто эндпоинт какой-то получаете, кладете там у себя в код в приложение или куда-то, можете работать с базой. в MySQL, Postgres, и все у них выбиралось легко. В Гугле раньше работал только в MySQL, притом ванильный MySQL, не Мария, а вот именно ванилу MySQL. Вот это была достаточно большая разница, потому что у нас там корпоративный стандарт Postgres. В целом у Амазона все достаточно прикольно, за исключением интерфейса, который у них очень сложный, я в нем постоянно путаюсь, и, например, ты не можешь посмотреть все свои инстансы, у нас инстансы распределены по земному шару, ты не можешь просто нажать там все инстансы, ты должен перетыкивать какие-то эти зоны, чтобы посмотреть там, тут и так далее. Меня это несколько не то, что раздражает, но когда ты под вечер уже такой уставший, думаешь, блин, черт где оно там и так далее. А так в целом, в целом я думаю, что сейчас есть богатый набор функций у всех сервис-провайдеров, и более того, я считаю, что нужно использовать сразу нескольких сервис-провайдеров. Если ты играешься для себя, можешь использовать то, что тебе больше по душе или там, где у тебя больше халявных денег. Если ты серьезная компания, ты говоришь, что ты scalable, flexible, fold-tolerant, то есть ты заявляешь, что ты масштабируешься и отказоустойчив. Правда в том, что ты не можешь быть отказоустойчивым, если у тебя один сервис-провайдер. Это просто правда. И ничего с этим не поделать, потому что может отвалиться и Amazon, и Google, ну или какой-то компонент. У Amazon недавно отвалился как раз с трипом, нет, биллинг отвалился из-за того, что биллинг не мог пройти, куча компонентов у людей просто падала, не работала, и на многих это достаточно сильно повлияло. Я считаю, что нужно использовать как минимум два, например, и Amazon, и Google, и если у кого-то проблема, чтобы можно было всегда переключиться на второй. часть инфраструктуры там, часть инфраструктуры там, понятно, что есть базовый компонент, где он может быть в одном месте развернут, но он должен все равно как-то реплицироваться. Мы очень стараемся сейчас подвести всю архитектуру под легкий такой обычный деплой, чтобы можно было с помощью быстро нескольких кликов или нескольких команд развернуться где угодно и балансировать нагрузку между. Потому что это правда, если что-то падает в одном месте, оно не должно падать совсем. это важно для бизнеса, как мне кажется. Спасибо. А вот еще один вопрос. На Амазоне можно устроить виртуалку для гейминга, а на GCP такое есть опыт, кто-то уже делал гейминг? Я не делал, потому что я даже на своем ноутбуке с видеокартой гейминг не устраиваю, но совершенно точно там можно подключить 64 ядра, сколько-то там полтерабайта ОЗУ или 700 гигабайт ОЗУ, я не помню, 500 гигабайт ОЗУ и видеокарты. Притом, ну как бы все это флексибло. Кстати, даже у видеокарты подключаешь ее не как вот GTX 1080. Ты говоришь, я хочу GPU вот с таким количеством ядер, прям вот перетаскиваешь и с таким количеством памяти. Потому что очень часто памяти от видеокарты не нужно. Когда ты делаешь вот как раз ML-расчеты, тебе нужно просто кучу ядер. И ты их так и у тебя есть ядра, у тебя есть storage, очень дохлый процессор для CPU и мало памяти, потому что оно не нужно просто. То есть все достаточно флексовало. Я думаю, да, можно сделать виртуалку такую мощную, запилить. И если пинга в европейской части России достаточно короткий, я не знаю, как в Омске, да там, скажем, потому что здесь есть дата-центры в Германии, в Нидерландах, вполне, я думаю, можно с их какие-то там игрушки поиграть. Кстати, интересная идея. Прикольно. Еще было очень попутно, вот, когда рассказывали про обработку видео в прямом, так сказать, эфире, замечал, когда делают прямые трансляции, там, в перископе или еще где-то, да, хоть, на ютубе. Бывает, что делают трансляцию, собственно, с смартфонов. И мне, как я, не так критично, есть там большая, небольшая задержка, но иногда эти видео, они, ну, трясутся. А я видел в редакторе видео на ютубе есть вообще удивительная стабилизация видео. Наверное, было бы просто восхитительно, если бы это работало в лайф, в трансляции. Может быть, как-то кто-то этим займется, не знаю. Может, это не очень выгодно, но вдруг. Я не уверен, что этой стабилизации нет, если ты стримишь на ютубе, то есть, вполне возможно, что она есть. Я, честно говоря, не знаю. Я просто не видеоблогер. Такими вещами не блогу. Я вчера перископию сделаю. Я буду обязательно идти на футболос, наушку, что-то есть, пить, разговаривать и так далее. Не знаю. Наверное, я просто думаю, что раз есть софтовые стабилизаторы, можно покопаться, посмотреть, доступен ли этот стабилизатор для стриминга. Но проблема в том, что люди стримят в перископе. Перископ это твиттер, а твиттер это такая штука, которая, она сама по себе. И, наверное, в фейсбук стриминге это появится, потому что я лично знаю чувака, который занимается графикой, то есть видеоконтентом, картинками в фейсбуке и там видеопроцессингом, они очень активно все это пилят, все разрабатывают. Наверное, стабилизация появится. Ну, то есть именно такая облачная. Я не знаю. Ну, мне кажется, это логично. ты как правильно заметил? Если софтовая стабилизация есть в камерах телефона, то почему бы ее не использовал буфер? Может быть, что нужно какой-то там буфер накапливать, чтобы как-то сглаживать, что-то делать, но это, не ко мне, а к специалисту по-видимому. Я не знаю, как это. Круто. Ты сказал про контейнеры. Вот, в принципе, у гугла есть кубернетис, у докера есть варм, или как он часто называется, у мазона что-то свое есть, наверное. Вот между ними насколько простой переход в плане, как бы докер, он везде докер, но вокруг него построены разные провайдеры, разная инфраструктура. Сталкивался с такой задачей на практике? Нет, я сталкивался с такой задачей, что у нас в компании одна часть людей активно за сфарм, я за кубернетис, и мы посмотрели в интернете. Ну, условно, проблема перехода, она, наверное, не очень сложная и зависит от того, как у вас описана система, но мне кажется, кубернетис для таких вот тех целей, которые у нас, например, ну, то есть у нас инстансы развернуты по всему миру, от Америки до Азии, кубернетис подходит больше, он позволяет больше сделать, и кубернетис активно развивается. Я лично предпочитаю кубернетис, потому что тот продукт, который сейчас не то чтобы стандарт, но является рынком, является лидером на рынке, и он активно развивается. Что будет с остальными компонентами, я не уверен, и мне не хотелось бы как бы заморачиваться по ним. То есть моим конкретным целям удовлетворяет кубернетис, и мне оно очень нравится. Сложности перехода, Леша, я не знаю, честно говоря, у меня пока нет опыта миграции, там огромная инфраструктура из одного в другое, и контейнерами у Амазона я, честно говоря, вообще не пользовался, ну то есть какой-то оркестрации такой. Я знаю, что они есть, ну то есть сам контейнер мы использовали, но без вот таких сложных механизмов оркестрации. Если представить, что у всех будет одна система контейнизации, вот эта мета-система, то переход между облаками, мне кажется, тогда был бы намного очень проще и реально было бы просто делать Амазон и Гугл. Я думаю, вполне, мне кажется, что можно, наверное, идеально было бы, чтобы ты из одной системы мог управлять деплоем и контейнерами прямо в двух облаках. То есть представь, что у тебя деплоится и сразу и в Гугл, и в Амазон, и возможно еще в Байжур. А такие продукты есть вообще кто-то делает такие бизнесы, которые интеграторами являются таким? Слушай, я тебе честно скажу, я не уверен, что кубернетис этого не может, вот честно. Надо посмотреть. По поводу интеграторов и всего остального у Гугла есть большое количество компаний, которые являются партнерами и которые за тебя решают вопросы архитектуры деплоя. То есть у них есть сертифицированное гугловом очень модное слово SRE. Вот. И Cloud Solutions архитекты. Вот так вот. Две сущности. Одни архитектурой занимаются, вторые конкретно следят за вашими инстансами и оптимизируют их. То есть есть сторонние компании, которым ты плачешь деньги, которые за тебя рисуют архитектуру, делают полный расчет стоимости и говорят, что чувак, вот это будет настолько-то дешевле, потому что Cloud должен быть дешевле. Он должен быть либо сильно, ну не сильно, но как-то значительно дешевле, либо значительно мощнее и эффективнее. То есть вровень оно не должно выходить, иначе это какая-то неправильная архитектура. Вот. Они тебе все это считают, ты говоришь, да, окей, и потом выделяют тебе нескольких инженеров, которые, собственно, этим всем занимаются. у нас в России есть компания SoftLine, наверное, многие про нее слышали, вот, она легко гуглится. Они у себя запустили отдел продаж технологий Google или что-то такое, и насколько я понял, они хотят продавать в том числе Google Cloud. Я не знаю, как они это будут делать. В июне, в конце июня у них будет конфа, на которой я буду спикером, буду рассказывать какие-то технические особенности облака, я думаю, познакомлюсь, узнаю. Ну, то есть, у них точность такое дело, они проводят конфу прямо в офисе Google, ну, такую маленькую для партнеров, и люди продают, то есть, из России вполне возможно договориться и что-то продавать, ну, гугловое, то есть, так вот, как третий сторонний партнер. Ну, они любят продавать в Суплайн, они все подряд продают. Ну, а что бы нет? Действительно. Нет, но я согласен с тобой, Макс, что они все подряд продают, и, судя по всему, у них неплохо получаться, я не знаю, взлетит ли Google Cloud, вот, но посмотрим, посмотрим, как они будут продавать. Просто интересно, что вообще компания взялась за это, то есть, они в этом видят какой-то value, и какой-то смысл проводить конференции, что-то начать продавать, потому что у нас, например, сам Google в России клауд не продает от слова совсем. То есть, он не запрещен, огромное количество компаний пользуются Google Docs'ами и Google аккаунтами, которые на самом деле компонент клауда. Это прямо вот часть клауда уже достаточно давно. И компании пользуются им без проблем, но сам Google никаких усилий по рекламе, распространению, там, облачных компонентов не делает. Вот. Ну, посмотрим, что будет делать софтлайн. И еще один вопрос. Да, без проблем. Ведосов, которые видео посмотрел по Google Cloud Next во втором дне упомянули, что хромбуков в прошлом году продалось больше, чем матов. И мне это странно, что это единственное, что я слышал про хромбуки. Хотя вот реально можно столько всего на них делать тот же гейминг благодаря клауду. Я не представляю, что он ждет в ближайшее время. Ну, там на этом акцент не делся, потому что хромбуки на Западе, они просто активно продаются. То есть, это, я не знаю, то же самое, что говоришь в России продают айфоны или телефоны. Но все знают, что они продаются. То есть, хромбук это такая штука, которая в Америке реально продается. Можно его встретить много где у компаний. Многие компании его используют как корпоративные ноутбуки, потому что он дешев, его можно покупать огромными партями, их не жалко, там все настраивается и все работает. И на самой выставке было представлено огромное количество разных хромбуков. И, например, там был стенд типа Google for Education, там везде лежали хромбуки. Google for Business, там везде лежали хромбуки. Поэтому, ну, как бы тут, ну, как-то так. То есть, да, они реально продаются, их реально много даже во все Google, там достаточно большое количество хромбуков и людей, я видел с хромбуками, потому что в целом интернет есть и какие-то там вещи с помощью них делать можно. Ну, и сами ноутбуки есть как бы совсем бюджетные, то есть, такие там пластмассовые за 100 баксов, а есть такие поприличнее, которые выглядят как премиально, работают долго. по сути, хромбук можно на любую устройство накатить. Ну, да, это же, типа, обычный Linux, такой, условно, Linux, Linux, который выполняет Chrome, и на Chromebook можно накатить Linux. То есть, в целом, я думаю, да, ты прав, сейчас все эти дела с видео, с клауды играми будут развиваться, и why not? Ну, я не знаю, есть ли в этом смысл, но, вроде каких компаний этим занимаются, то есть, стримингом видеосигнала, а ты, типа, играешь, передаешь команду. Наверное, такое будет возможно. Ну, в принципе, это уже было возможно, то есть, уже клаудгейм был, но, как-то, вот, он подуть и подумер. Ну, всегда так. Это не в России, это везде, то есть, я, были японский сервис, там был, был американский сервис, онлайн, по-моему, так и назывался, то есть, они говорили, вам достаточно целируем, 1700 МГц, и 5 Мбит интернета, и вы будете играть, там, в суперструктуру, игру. И вот, они пожили, что-то, в этих 2, и все, и потом запукли. Мне кажется, дело в том, что на Западе люди активно покупают консоли, просто, они там дешевле стоят, и можно пойти в магаз купить, там, за пару сотен баксов консолечку, воткнуть ее дома и играть. Вот, а Chromebook, ну, типа, Chromebook, такой ноутбук для студентов, вот, студент, мне кажется, его хватает за глаза, и для компаний, когда нужно выдать сотруднику настроенный с аккаунтом, то есть, ты завышь бизнес-аккаунт, все там подключаешь, все диски, доки, там, аутентификацию по ключу еще, по ерунду, и отдаешь ноут, вот, ты знаешь, что локально на этом ноуте ничего не будет, ну, только какой-то кэш зашифрованный, ну, и прекрасно. Круто, ребят, еще что-то осталось? Не обсуждено, мне кажется, все, очень разные темы обсудили. А новости по IT вещей есть такие? Почему новости? IT вещей? IT, про интернет вещей. А, про IoT, да, собственно, ну, functions, он имеет отношение к IoT, вы можете загрузиться, ну, кидать данные в PubSub, а оттуда уже перекручивать какие-то functions, никаких особых там новостей конкретно про IoT не было, был огромный стенд про то, как разворачивать IoT-архитектуру, и в документации клауду есть так называемая 3-ти архитектура, они просто делали акцент на том, что вот компании так работают, и все, то есть там была компания, которая называется Schlumberger, ЖЭСЛЮ ШЛЮМБЕРГЕР, такое очень сложное слово, оно собирает информацию с большого количества датчиков, они как-то считают поверхность земли под водой, там всякие, ну, для того, чтобы добывать газ и нефть, у них плавают кораблики, и данные с датчиков сыпятся в облако, дальше они это как-то вычисляют, вот, вот и IoT. О IoT я могу сказать следующее, буквально два дня назад вышел Google Ассистент SDK, да-да-да, и это вообще суперкрутая новость, потому что можно построить свой Google Home из Raspberry Pi, и это реально легко, можно встроить ассистент в свой продукт, хардварный, софтварный, прям вот очень круто, не нужно заморачиваться, там делать миллион экшенов через API или еще что-то, просто берете железо, ставите туда ассистент SDK, и, вопс, у вас свой Google Home. Круто! Спасибо большое тебе, Звиад, спасибо за вопросы ваши, ребята, я думаю, Звиад остается на связи, если какой-то вопрос у вас возникнет, вы можете и попозже написать, вот, сейчас давайте будем отключаться, давай, Звиад, спасибо тебе, хорошего дня! Спасибо вам, Филиад! Спасибо вам тоже, да, есть мои контакты, пишите, задавайте вопросы, всем удачи! Пока-пока!